Привет, друзья! С вами Стас Сейн. Сегодня поговорим про обкатку. Меня уже давно просили сделать такой ролик. У меня этот ролик про обкатку был в большом ролике про правильную эксплуатацию Тиасаи, но некоторые не умеют слушать и у них нет терпения, чтобы досмотреть до конца. Сейчас мне прислали ссылку на такой канал, как Skoda, мать его, Питер, где определенный типа специалист рассказывает, как правильно обкатывать машину. Просто пересказывает руководство по эксплуатации и сообщает о том, что машина, ну, мотор проходит обкатку частично на заводе, после этого первые две тысячи километров по руководству по эксплуатации, согласно там их регламенту, там одна вторая, две трети там мощности оборотов, там три восьмых, пять шестых, там двадцать восемь восьмых, там от скорости нельзя это все превышать. И он сообщает о том, что по его заверению нельзя давать первые две тысячи километров больше четырех тысяч оборотов и ездит там с поделенной скоростью чуть ли не под сто с копейками. Больше такой скорости нельзя. Но это, ребята, все просто глупость, потому что человек этот не имеет никакого опыта, просто хорошо рассказывает о всем ролике про то, как он нажать кнопку, чтобы открылся багажник или как пользоваться миролинком, который уже был активирован в заводе, а не как его активировать благодаря одису и свапкодам. Сейчас я вам расскажу, как все происходит на самом деле. На заводе никто вам моторы не обкатывают, хоть это даже и шкода. После того, как собирают мотор, происходит холодный запуск. Откуда я знаю, потому что у нас есть люди на производствах, у нас есть знания, у нас есть опыт. Происходит холодная обкатка, это просто запуск. Где-то, например, определенное количество времени, ну, там, точно уж человек не помнит, сколько там у него, он работал на заводе, который у нас в России придет автомобильный, там, примерно, ну, полчаса гоняет, например, мотор, потом его снимает, устанавливает на автомобиль, после этого автомобиль выезжает с водителем на, заезжает на стенд, там, с роликами, определенное время гоняется там, ну, там тоже немного, и после этого ролика автомобиль выезжает на заводской стадион и нарезает пару кругов. В итоге это происходит как бы первичное обкатка, но на стенде проверяется просто, что двигатель не клинит. На автомобиле, там, появятся все, как сказать, узлы и агрегаты автомобиля, машина просто ездит, никто вам ее не обкатывает. Машины приходят в салон с пробегом примерно 20-30 километров на одометрик. Никакой обкатки не существует. На моей машине было так же, насколько я помню, там, примерно, около 19 км у меня был пробег, или это что-то такое. Как сообщил наш человек в Шкоде, вот в Уфе, в Барсавто, Димка работает, машина зачастую, автовозы, слазит с пробегом примерно до 25 километров. Кстати, если кому нужна машина, Шкода, бегите быстрее в ту же Уфу, в Барсавто, скажите Димке, что от меня, просто буду знать, что от меня, потому что, как он сообщает, продажи прут и по ноябрь месяц все машины уже заняты. Сходите в этом году купить машину и быстрее спешите. И что по обкатке? Первые две тысячи километров я вообще, ребята, не давал больше двух с половиной тысяч оборотов. Две с половиной тысячи оборотов по тахометру. Вы скажете, а это же будет нагрузка на двигатель. Ну, понимаете, во-первых, если у вас ДСГ, а на вас вообще больше двух тысяч оборотов не будет крутить на одной передаче. Она будет переключаться. Во-вторых, у вас турбомотор. Что такое турбо? Это тяга с низов. Наш двигатель, например, тот же 1.4 TSI имеет 250 ньютонов метров. Это довольно таки хорошо для такого двигателя и для машины весом в тонну 300, насколько я помню. И этот момент двигатель развивает с 1500 оборотов до 3500. Ну, это по документам. В реальности он развивает 250 ньютонов на 1630 оборотов. Это по геностенду. И получается, никакой тяжести для двигателя такие переключения не дают, потому что у него идет максимальная мощность. Вот легко и просто. Спокойно ездим те же самые две тысячи оборотов на двух тысяч оборотов. Сама машина просит вас переключить скорость по максимдоту. Там, например, четвертая, там, пятая. Вот так. Дезагрузка будет делать то же самое. После того, как вы поехали две тысячи километров, ну, времена, может, получается, две-две с половиной тысячи, можно уже доходить до трех тысяч. После трех с половиной тысяч оборотов я уже спокойно давал уже и до четырех тысяч крутил. Так, время от времени. Ну, это время от времени. И лишь, лишь на пять тысяч восемьсот оборотов, ой, километров я вывел свою А7 1.4 со 150 силами с двигателем ЦСДА 1.4. Вывел ее на длинный участок дороги в километр и три раза разогнал ее 0.150 и также потом оттормозил. Вот это была у меня финальная проверка автомобиля. После того, как она обкаталась, она обкатывала ее еще раз до 5800 километров, я дал ей, как говорится, поджопник. И какие у нас результаты? Жора масла не существует. Расход масла имеется, потому что, если вы смотрите мои ролики, вы знаете, что невозможно работать двигатель внутри сгорания без траты масла. Ну, я считаю, если за три с половиной тысячи километров вы доливаете 90 миллилитров масла, при условии, что вы из этих трех с половиной тысяч километров две тысячи километров прошли жестком режиме, где вы больше ста раз гоняли машину 100-200, я думаю, это вообще нельзя считать каким-либо расходом. Залог долгого здоровья это притирка, качественная притирка деталей после выхода автомобиля с конвейером. Правильная эксплуатация, правильные масла. И такой нюанс, этот человек там оказывает, что даже зимнюю резину нужно обкатывать первые 500 километров. Но давайте расскажу, как был на самом деле все. Я машину купил в Уфе и гнал ее в свой, как говорится, город, который называют некоторые почему-то аулом. Естественно, у меня была зимняя резина. И первые 500 километров там типа нельзя валивать на этой резине. Но получилось так, что приходилось совершать обгоны. Один обгон был даже более менее интересный. Я обгонял такую же белую, как у меня, Skoda A7. И этот нехороший человек начал ускоряться. Была скорость 100, он начал ускоряться. 110, он ускоряется. После этого дорожная ситуация впереди уже становится уже, как сказать, уже, возможно, опасной. И придется принять определенный маневр по сближению с ним, чтобы он перестал этой ерундой страдать. И он нажал по трамвозам и пропустил меня все-таки. Получается, в первые же, в первые же 100 километров я, ну, чуток превышал допустимые эти ресурсы. И 130 было, и больше 4000 оборотов. Вот кратковременно. Потому что, ну, так пришлось делать. И, естественно, и резина у меня получала нагрузки. И тормозные там пути были, эти первые 100 километров, и даже больше. И ускорение. И на данный момент машина, мотор себя чувствует прекрасно. Резина у меня такая же до сих пор, как и купленная в 2015 году. Потому что износа у него нет, процентов только 25 шипов вылетело. Получается, умеющий можно и чуть-чуть превысить. Ну, а превысить это было просто, как сказать, необходимость. А потом все плавненько, нежненько. Все детальки у меня притерлись. Там, считай, получается, цилиндр, поршень, кольцо. Получило свой неповторимый образ с цилиндром. И, получается, все работает хорошо, компрессия четко. Но такой еще нюанс. Говорят, что автомобиль обкатывается гораздо больше, чем те 2000 метров. На самом деле, после пробега в 20 тысяч километров, я почувствовал, что машина начала ехать как-то легко. Вот именно после 20 тысяч км пробега машина получила, как бы сказать, финальную конечную обкатку. Про то, что после 2000 км некоторые делают нулевой ТО, в идеале, в идеале, да, как вы проехали, ну, можно сказать, так этот книжный интервал обкатки, вот эти 2000 км, можно поменять масло. Да, это хуже не будет, будет только лучше, это будет идеальное, как сказать, действие. Но есть такой нюанс. Когда вы будете менять масло, вы будете менять и пробку. Но в поддоне у заводского ТИОСАЯ стоит более длинная пробка. Дилеры будут ставить вам стандартную маленькую пробку. Вот на это вы можете запалиться. Если будет какой-нибудь такой предвзятый слесарь, он увидит, что заводская пробка, которая есть в заводу, она будет окрашена в черный цвет. Потому что когда поддон красится, пробка закручена, и все красится там. А ваш магазин, она будет в два раза короче, и будет без краски. Вот как бы на это вы не запалились, потому что и фильтра, 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 фильтра заводские, они, по крайней мере, в 2015 году на 1.4 ставились такие ваговские фильтра. Но они были черные. Там, насколько я помню, аббревиатура Б, вроде бы, бук стоит. А в магазине продаются другие серенькие фильтра. Вот на этом вы все можете попалиться. Если будет нехороший слесарь, он сообщит, что у вас есть конструктивные, так сказать, изменения. Но не конструктивные, а вылазит двигатель. И по идее можно слететь с гарантией. Так что решайте сами. В идеале просто пробочку вкручиваем ту же самую, меняя только колечко. Колечко там стоит 30 рублей. А фильтр, ну или покупать такой же, черный. Если у вас черный, вы, скорее всего, будет черный стоять. Ну или просто можно не менять его. Потом уже доедете, там, сколько там еще, получается, сколько. 15 тысяч нельзя кататься, тысяч пять еще проедете и меняете. Ничего страшного не произойдет. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И сейчас, если наше проекты, наша Шкода А8, потому что только он даст вам шанс получать правильную информацию по Шкоде и применять ее в своей жизни. Наша Шкода А8.